Канал Али Аттисам представляет Продолжим Озъяснение второго хадиса В этом книге Это хадис, который передал имам Муслим Этот хадис Похоже на Прошлый хадис Прошлый хадис, который Передал Абу Хурайра Хадису Джибриль Сегодняшний хадис, который передал Той же хадис Джибриль, но передал Умар Али Аллаху Ана Имам Муслим Передает от Яхья ибн Ямар Что Яхья ибн Ямар сказал Кана аввала ман кала фил Кадари Бил Басрати Ма Абаду Ниль Джухани Яхья ибн Ямар говорит Первый Кто Про Кадара сказал Бил Басра Город Басра Ма Абад Аль Джухани Что означает Первый, кто сказал про Кадар Про преопределение Первый, кто отрицал Предопределение Это имеется ввиду Их называют Кадаритами Яхья ибн Ямар Он из племени Баниауф Ибн Бакр Аль Басри Аль Марвази Таби'и Он является Таби'и Он рассказывает Он передает Хадис от Ибн Умара И от Абу Хурайра И от Усмана Ибн Афан И другие Из подвижника Пророка Он умер До Сотого года До конца Первого века Ислама Умер Точный Определенный год Но он умер В первом веке В конце первого века Как я сказал Первый, кто Про Кадар Рассказал Про преопределение Сказал Имейте ввиду Первый, кто Отрицал Кадар Что означает Отрицал Кадар Они отрицают Что Аллах Знает Наши действия Пока Она не случится Будущее Не знает Аллах Кроме как Когда Она случится Так говорят Кадирити Из этого Многие Салф Их кафиром Считают Ибн Умар Нам придет Этим хадисе Что их считает Кафиром Как сказал Имам Науи Рахмаллах Басра Это же Маях Ибн Ямар Он Басры Басра Это город Ирак Это город Который построили Мусульмане В 17-м году И люди Начали там жить Уже в 18-м году Это город Була Который Вообще Никогда Не поклонились Идолам Это город Который построили Мусульмане Основу 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 предопределения У Ахли Сунна Вальджама Четыре Ахли Сунна Вальджама Говорят Аллах Субханаху Ва Та'Аля Знал Ильм То, что Будущее Знал Все, что Будущее До Судного дня И даже то, что Не было Если был бы Как он был бы Аллах Субханаху Вальджама Второе То, что Будущее Записал Аллах Субханаху Ва Та'Аля В хранимой Скрежели Записал Аллах Субханаху Филавх Махфул Третье Машиа Желание Аллаха Субханаху Ва Та'Аля Четвертое Создание Первое Аллах Субханаху Знал Будущее Потом записал Потом захотел Чтобы оно было Потом их создал Вот это Четыре Стадия Степени Кадара Можно сказать Основа Кадара Ахли Суннав Аль-джама Акадирите Отрицают Это Они говорят Будущее Не знает Аллах Субханаху Пока Она Не сбудется Будущее Не знает Аллах Субханаху Пока Она Не сбудется Аль-амру Унфу Заново Мустанов Не зная Сейчас Мы даже Что урок Записываем По их Убеждению Аллах Не знал Пока Это Мы не Начали Аллах Субханах Знал То Что Это Мы будем Записывать Даже Пока Нас Не Создал Аллах Субханаху Субханаху Маабуд Его имя Он Маабуд Ибн Абдиллях Ибн Мухаммад Ваху Басри Он Из Города Басра Его имя Маабуд Ибн Абдиллях Ибн Мухаммад Он Был Из Учеников Хасан Басри Его Мажли Посещал Его Уроки Посещал Потом он Отделился Начал Этот Прокадр Рассказывать Что Кадр Не записан Предопределение Не знает Аллах Субханаху Ат-А'ля Есть Хорошие Деяния Хаджажа Ход он Был Залим Иногда Хорошие Деяния Тоже Есть у него Из его Хороших Деяний Что Хаджаж Ибн Юсуф Убил Его И повесил За то Что Он Призывал К этим Нововведениям Которое Не было В Исламе Он В Хадисах Был Даже Достоверным Был Маабуд Ибн Джухани В Хадисе Яхьябн Маин Говорит Он Доверенный Человек В Хадисе Но Он Кадар Он Основатель Кадирит Убил И убили Его И его Убил Хаджаж Он Говорит Яхьябн Ямар Говорит Вышли Мы Фанталакту Ана В Хумайд Ибн Абдир Рахман Аль Хим Яри Мы Вышли Хадж Или же Умра Выехали Из Ирака Мы Друг Друг Скажем Если Мы Мы Встретили Какого Нибудь Сподвижника Пророка Чтобы Ему Спросить Про Кадара То Что Кадариты Говорят Про Предопределение Про Этого Спросить Встретили Мы Какого Нибудь Сподвижника Они Оба Говорят Мы Так Говорили Альхамду Лиллях Мы Говорят Встретили Случайно Абдуллах Ибн Умар Ибн Хаттаб Что Мечет Заходил Какой Мечет Мы думаем За то Что они Хадж Выехали Или Умра Выехали Мы Они Встретили Когда Мечет Это Это Движение Араб Говорят Фактанавтуху Канав Арабском Языке Это Крыло А Фактанавтуху Мы Подошли К нему Справа И слева Окружили Ибн Умара Один из нас Справа Другой Слева Я подумал Этот Ях Ибн Ямар Говорит Я подумал Мой друг Который Сафар Что Он Уполномочит Разговор Для меня Чтобы я Говорил С Ибн Умар Потому Что Я Был Более Красноречив В разговоре Я Сказал Факульту Я Аб 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 Когда 40 лет Был До этого Год Перед Родился Абдуллах 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 А Хандах, это битва Урва, там участвовал он, тогда ему уже было 15 лет, радия Аллаху Анна. Ибн Умар умер в 73-м году хиджри. Получается, когда хиджри делал, если ему 11 лет был, в 73-м году он умер, тогда ему было где-то 84 года, радия Аллаху Анна. Ибн Умар один из мукфирин, есть подвижник мукфирин, имеется в виду много, которые хадисы рассказывали. Ибн Умар тоже является одним из тех людей, которые много хадисов рассказывали от пророка, саллиллаху алейхи ва салам. Он передал нам от пророка 1630 хадисов. Ях ибн Ямар говорит, мы подошли к нему и спросили, и сказали ему, У нас там уже вышли люди, которые в Куране читают, и требуют знания, и даже, в таком образе они требуют, даже маленькие частицы знаний вытаскивают. Так учатся. Не простые люди, которые сейчас говорят про Кадара. Такие люди у нас там вышли, и в Адакар Миншатнихим, какие они старательные, учебу тоже рассказал. И они говорят, Они говорят, что предопределений нету. То истинное деяние, это унуф. Заново начинается, каждый деяние начинается заново. Не знал Аллах, субханаху, вата'аля. Почему они такое предословие сделали Ибн Умару, что они учатся, уран читают, стараются знания, чтобы обратить внимание Ибн Умар, и чтобы он ответ дал. Если простые люди сказали, он, наверное, даже вообще не обратил внимания. А когда такие старательные люди, такие слова говорят, надо им ответить, чтобы они не обманули других людей. Из этого они такое предословие сделали перед вопросом. Они сказали, такие люди у нас появились, что ты скажешь? Ибн Умар сказал, Если ты их встретишь, говорит, расскажи им, говори им, что я от них чист. Я к ним отношение не имею. Ва аннахум бураау минни. Я не тоже кем не отношение не имеют. Ва ладзи яхлифу бихи Абдуллахи бни Умар. Клинус тем, который клинутся, Абдуллах бни Умар. Клинус, Аллахам говорит он. Лав анна ли ахадихим мисля ухудин захабан, фа анфакуху ма кабил Аллаху минх, хатта юминабил кадр. Если одному из них было бы, говорит, какая-то гора ухуд, золото, если даже это все на пути Аллаха расходует, это Аллах не примет от них, пока они не будут уверовать в предопределении. Это что означает? Здесь означает, Ибн Умар их кафирам читал, пока они не будут уверовать, кадр. Потому что у кого они принимают садака? Аллах в Коране же говорит, ва ма мана'хум антугбаламинхум нафакатухум, илля аннахум кафру билляху бирасули. Аллах в Коране говорит, им не запретило, чтобы их садака приняла, ничто не остановила, не запретила, кроме как они не уверовали Аллаха, его посланника. С этих слов, и предыдущие слова, которые Ибн Умар сказал, я чист от них, а не чист от меня, имаму Навигад, которые явно с этих слов видно, видно это, «захируху атакфир», что Ибн Умар их кафирам считал, что они были кафирами за то, что они не уверовали, кадр. Потом сказал Ибн Умар, «Сумма каль, «Хаддатани Аби Умару бнуль-Хаттаб», «Хаддатани Аби Умару бнуль-Хаттаб», это мы все знаем, второй сподвижник, имеется в виду, после пророка, самый достойный сподвижник являлся Абу Бакр, после него является, по убеждению, «Хаддатани Аби Умару бнуль-Хаттаб», он сказал, мой отец мне рассказал, «Когда мы были у пророка, саллиллаху алейхи вассалам, один из дней, мы когда у него были, к нам пришел человек, который у него одежда была, очень белая такая одежда, с сильно белым одеждой, к нам пришел мужчина, и волосы были у него очень черные, и в нем не было видно признаки пути, путешествия, он не в один и тот же человек был, мы его не знали, но чтобы он пришел сдалека, тоже не видно в нем, потому что чистая белая одежда, которой нету, никакие признаки сафара, из нас никто его тоже не знал, пока он сел к пророку, саллиллаху алейхи вассалам, пришел и сел к пророку, саллиллаху алейхи вассалам, он присоединил свои колени к коленам пророка, саллиллаху алейхи вассалам, он свои оба руки тоже поставил на колени, на бедра пророка, саллиллаху алейхи вассалам, имаму науи гадрахимуллах в своем книге «Шарсаха муслим», имеется в виду, на свой колен мужчина поставил свои руки на свои бедра, как ученик сидит перед учителем. Но Ибн Хаджар приводит ривая, и имаму Багави, еще другие перевели ривая, именно говорится, что Джабриил, алейхи вассалам, поставил свои руки на колени пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Из этого здесь тоже указывает, что Джабриил, алейхи вассалам, поставил свои руки на колени пророка, саллиллаху алейхи вассалам, Потом этот мужчина, который пришел, сказал «Я Мухаммад», «Я Мухаммад», он сказал «Ахбирни анил-Ислам». Расскажи мне про Ислама. Расскажи мне про Ислам. 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 Что такое Иман? Расскажи про это. Он сказал, что это иман, суд имана, это вера в Аллах, его ангелов, его книги, которые он не спасал своим посланникам, его посланникам. И судного дня, и вера судного дня, и чтоб ты верил в предопределение. Хорошее будет это предопределение или плохое будет. Вот для этого хадис привел Ислам. Для этих слов, что это от основы имана, это вера в предопределение. За то, что те не верили в предопределение, Ибн Умар их не посчитал мусульманинам и сказал, передай им, что я чист от них. Он сказал, ты правильно говоришь, тогда расскажем нам про Ихсана, про чистосердечие. Что такое Ихсан? Как будто ты Аллаха видишь, если даже ты Аллаха не видишь, Аллах тебя видит. Хотя ты Аллаха не видишь, Аллах тебя видит, так поклоняться является что? Ихсан. Расскажи мне про судного дня. Тот, кого спрашивает, не знает лучше, чем того, который задавший вопрос. Чем ты, я лучше не знаю, говорит Пророк. Расскажи мне о признаке судного дня. Чтоб Рабина родила свою госпожу. Мы объяснили вчера, что это означает, сейчас не будем повторяться, что это будет джихад. Распространяться будет, пленные женщины много, и Рабины много, вот это означалось. Что ты увидишь босые, нагие, бедные, чабановы, которые пасут своих овец. Они начнут соревноваться построения высоких зданий. Как это сейчас происходит в наше время, и мы видим, бывшие бедуины, чабаны, уже спорят. Это никому не секрет, в Арабском полуострове, Эмират, Дубай, Эмират, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, как они стараются высокие дома делать. Они бывшие чабаны. Как мы вчера, вчерашний хадис тоже разъясняли. Ибн Умар сказал. Это мужчина этот вопрос тоже задал, потом ушел. Я чуть-чуть подождал, не смог спросить пророка тоже, кто он был. Сам пророк сказал, мне говорит Умар. Я не спросил. Ты знаешь, кто этот вопрос задавал? Я сказал, Аллах его посланник лучше знает. Он, Джибрил, ангел Джибрил, пришел к вам, чтобы изучать вам вашу религию. Этот хадис, в общем, сейчас Ибн Умар, для чего привел? Привел именно для того, чтобы рассказать этим обоим Яхи ибн Ямар и его другу. Именно уверовать, что кадр является основой ислама. Этот второй хадис, этот толк рассказал имам Муслим. Вчерашний, который от Абу Храй Рабул, этот хадис передал Бухари и Муслим. Сегодняшний толк передал имам Муслим. Рахима Аллах. Алхамдуллах, мы завершили второй хадис, который рассказывает нам имам Муслим. В этом хадисе разница, чем в первом хадисе, там вчера мы говорили, когда пророк, саллиллаху, там ответил, когда спросили, что такое ислам. Он сказал, что ты поклонялся Аллаху и не держал сотоварища с Аллахом вместе. Нет сотоварища с Аллахом. Это был ответ пророка, саллиллаху алейкум и ва салам. В этом хадисе ответ другой, где сказал, али ислам анташхада аля илляхи илляллах. Ислам это, чтобы ты свидетельствовал, нет божества достойного поклонения. Кроме Аллаха, субханаху ва та'аля, ва анна Мухаммадан Расулуллах. И поистине Мухаммад, саллиллаху алейкум и ва саллиллаху, является посланником Аллаха. Когда эти серии аяты собираем, смотрим, передания от пророка, саллиллаху алейкум и ва саллиллаху, мы узнаем, что свидетельствовал, ла илляхи илляллаху, и поклонение Аллаху является одно и то же. Что означает словами, ла илляхи илляллаху, Мухаммад Расулуллаху не хватает. Это означает, если ты это говоришь, ты должен поклоняться Аллаху субханаху ва та'аля. И в этом хадисе, что дополнилось здесь, и про Кадара сказано, что уверен, что Кадар является основой ислама. И что с этого хадиса мы можем брать? Когда беда, тем более беда, убеждение уходит, его надо сразу же останавливать, отвечать им, их остановить. Если начальник их не остановит, как она распространяется, как распространялась беда от Кадаритов. Но в наше время, кажется, они уже меньше стало, но при имаме Ахмаде их времени очень много было. Имам Ахмад тоже их считал именно Кадаритов. Кадариты – один из групп Му'тазалитов, но они чрезмерные. Братья и сестры, современные правила пользования некоторыми интернет-площадками, позволяющими выкладывать свой контент, такими как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter, сегодня меняются под эгидой борьбы за свободу слова. К сожалению, как это часто и бывает, это является самой настоящей цензурой. Под которую попадают исламские каналы, и наш прежний канал не является исключением. Поэтому мы призываем всех и каждого, чтобы вы скачивали наши ролики с нашего канала и перезаливали их на другие каналы или делились ими в других соцсетях, чтобы весь тот труд, который наша команда вкладывает в производство этих роликов, не пропал. Для вашего удобства мы разбили наш канал на тематические плейлисты или на актуальные видеоролики. Поэтому делитесь ими в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, включайте все уведомления, нажав на колокольчик, и становитесь одними из тех, кто является распространителем блага и добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok